привет всем кто записи смотрит тема озвучена кабела как 2 что происходит когда два истинных я или более с открытыми сердцами взаимодействия друг другом заземляют сверхмирности и и можно сказать сверхспособности да можете в чат написать что вас откликнулась и что вас интересует сегодняшнем эфире напишите это будет полезно и нам тоже такой как бы большая команда для беседы в общем как это для меня раскрывалась и она раскрывает сейчас и то что вы видите там в онлайн-ретрите в коле происходит это это часть этого процесса который у нас открывается начну вот чего все-таки немножко еще далека зайду мы когда первые ретриты проводили первые первые года проводили ретриты у меня принципе было удовлетворение у иры немного она была не удовлетворена тем что в первых группы там даже тридцать сорок шестьдесят человек они в общем в общем поле это можно сказать что капля в море так можно выразиться вот кроме того что часть участников ретрита возвращаясь в привычную среду поднимали старые нейронные связи и могли там опять проживать какие-то старые паттерны свои своего опыта свои сценарии старые вот и она начала так много исследовать или немного прям включила ее это не удовлетворенность внутренняя в исследовательский процесс вот и начали приходить некоторые такие ответы один из пазликом из таких ответов был информация про опыт про фиксота обезьяны слышали про него давайте если но используйте там тоже какие-то обратную связь слышали да вот то не слышал рассказываю что на островах японских островах ученые там наблюдали за природой за животным миром и на одном острове заметили что обезьяны которые раньше не имели ботат то есть популяция которая не мыла ботат вот вдруг там начались какие-то процессы такие что часть обезьян или одна или там с одной начало мыть ботат вот и у них там начался какой-то социальный процесс происходить кто-то против кто-то за кто-то там ну обезьяне плане кто-то там драться вот в итоге этот навык стал эффективным и больше большая часть популяции на этом острове стала мыть бота вот а наблюдение основное в чем заключается в том что на других островах на которую с которыми у этих обезьян не было прямой коммуникации прямой связи никто туда не переплывал обезьяны тоже начали мыть бота то есть на других островах которых с которыми не было прямого контакта не визуально никакого либо друга взяли тоже начали мыть бота вот но для нас там есть про этот про это наблюдение опровержение там куча ну разное есть там в интернете можете поискать но когда мы это услышали для нас вообще сомнений в этом никаком не было что это так и есть что поле сознания так работает как бы для всего поля что когда что какой-то навык или способность или уже какой-то какой-то процесс становится доступным для какой-то части большой то он расширяется на всю популяцию вот и тогда вот это же помните это с чего я начал с того что недовольство тем что маленькую группу все таки даже 60 человек все равно это немного в общей массе вот что и ира говорит вот как-то должно быть так произойти что какое-то утро все проснуться и пробуждены все проснулись все пробуждены все себя создают просто просто в какой-то момент то есть как эффект но это как эффект сутообезьяны можно так сказать что один из что это как эффект сутообезьяны может наступить вот и мы тогда начали исследовать поле вот им и тогда это у нас еще был такой процесс типа ну давай делать поле так вот этого типа мы делаем поле давай делать поле вот и мы ну давай будем делать поле смотреть что это поле как она будет вообще влиять и воздействовать и как будет на каждого участника этого поля и на окружающую среду будет влиять вот и мы тогда подумали ну какое поле поле любви там или какие-то такие названия уже искаженные избитые не очень подходит а мы тогда решили да давай поле гениальности вот почему гениальности гений на латинском это дух вот виктор тут как раз подключится сейчас он как раз это его тема проводить дух в тело дух в тело дух в тело он сейчас поэтому ну сейчас более подробно этом скажет то есть мы тут на этом сошлись вроде бы гений и дух но это по сути одно вот и поле гениальности как я так как все таки мы через много через ментал работаем и на ретритах и вот на онлайнах с интеллектом работая с интеллектами и с нейронными связями мы решили так давай поле гениальности можно попробовать увидеть результат гениальный то есть гениальность можно как-то попробовать уловить почувствовать и увидите ее результат но если посмотреть на гениальность это что-то что не было раньше там вашей жизни или вообще в коллективном то есть в жизни человечества в целом вот и мы начали делать поле гениальность начали объединять объединяться с мастерами вот которые уже пробуждены и работают в этом случае в том же направлении работают с полем вот и какое-то мы время пробыли в такой группе там у нас было три пары шесть человек вот но потом все равно мы разошлись распались потому что это был такой искусственный немножко процесс когда мы соединялись хотя все таки мы в разных измерениях можно так сказать и с разными все таки задачами были с этими с этими другими мастерами вот но мы прошли какой-то определенный опыт вот и потом оставили его так и через три месяца после того как оставили мы заметили что поле то есть поле то на самом деле есть но это не мы его создаем мы просто туда внимание направили вот и поиследно как бы за счет этого по исследовали по исследовать как она работает как результаты какие какие моменты взаимодействия происходят но по сути поле есть и таком символом для этого поля вот я его вижу вот это из меня исходит как истина просто исходит я его так вижу что это есть это не я не вижу сейчас сейчас последнее время честно говоря последние там какие-то ну буквально там дней пару недель вот я вообще не вижу людей неосознанных и в разделенности я вижу вот это поле осознанных людей которые взаимодействуют друг другом из равности из этой истинной равности которая исходит из сути я такой как по сути какие все остальные здесь люди вот и возвращаясь тому ну с чего я начинал мы увидели сырое что поле все равно есть вот и я просто начал обращать внимание уже за счет того что это было поле гениальности я начал обращать внимание на то как гениальность проявлена в других людях я просто вижу гениальность других людей она во всех есть понимаете она у всех даже если вы считаете что там у вас этого нету или вам надо это достигать но это уже сейчас есть потому что это ваша суть дух как он может проявлен не еще не проявлен и еще там в теле не прогружен здесь в аватаре вот но он уже есть вот и и когда а я свою но свою задачу свое предназначение я его как ощущал и вот эта целостность проводник целостности и распространение это в поле это как предназначение и миссию я это осознавал вот и для меня также как бы понятно и логически было что чем эффективнее я это реализовываю тем чем я счастливее удовлетвореннее просто здесь сейчас своей реализации вот и для того чтобы это было более эффективно происходило я просто смотрел вот ну встречались люди которые гениальности своей реализовываются тоже вот и коннектировался с их гениальностью вот и в этом коннекте с их гениальностью я видел как новое качество появляются то есть но если вспомните кто видел цветок жизни кто не видел можете там сейчас youtube или где-то даже не youtube где-то в интернете посмотреть вот там вот эти круги которые нарисованы вот она многомерная там еще можно вот этот цветок жизни многомерно видеть он как растет все время распускается вот рождается человек вот он маленький потом он так раз все время расширяется расширяется эти круги когда уже реализованы они вот на этой схеме они накладываются друг на друга и вот в эти в этих местах там где накладываются появляются новые свойства и качества которые недоступны были по отдельности каждому это понятно вот и вот в этих качествах вот и за счет этих качеств реализация но то что я на своем опыте смотрел реализация становится еще более масштабно еще более эффективно появляется такой соммертический эффект в поле это сильный эффект сотообезьяна начинает но проявляться и формироваться вот ну сейчас я ведь тебе бы передал слово как вот ты видишь и со своей стороны со стороны потому что ведь это видит как духе он меня когда когда мы встретились он я я все время смотрел гениальность и вижу гениальность он видит дух вот расскажи ведь может быть как ты со своего опыта и кому-то именно может таким образом больше тебя тебя выключен микрофон сейчас нормально да да окей хорошо пару слов скажу о том как я вообще этот процесс вижу вот то что ну вот происходит последнее время и что сейчас сейчас просто эти процессы с каждым днем нарастают повышение вибраций вот то что мы были к одной реальности подсоединены вот внешне у нас для всех была одна реальность вот я просто этот процесс исследовал как происходит вот это вот расщепление реальности как как произошло расслоение наше когда мы были к одной реальности у нас у всех была одна история которую мы изучали в школе то есть у нас было как бы определенная ветка реальности которой мы были все подсоединены вот еще советского союза и это проследил вот как этот процесс когда одна реальность для всех для всех с историческими событиями 100 как мы воспринимаем реальность одна информация практически у всех загружена и потом вот как прошел и пошел этот процесс расслоение реальности то есть когда общее вот это вот коллективная реальность она начала рушиться начала дробиться дробиться и постепенно этот процесс начал как бы переходить на индивидуальные реальности вот сейчас расслоение то есть по сути каждый каждый человек оказался на каком-то в каком-то своем слое реальности и может сейчас воспринимать реальность только в этом пласте в этом пласте то есть и сейчас получается что самоосознание стало это это просто вопрос вопрос дальнейшего существования то есть только люди которые осознают себя и берут на себя полную ответственность вот для них только для них открывается как бы открывается вообще продолжение продолжение жизни на этой земле ну это я так вижу вот и ключевым моментом становится что ну раз реальность у каждого своя получается да есть коллективное поле но каждый в этом коллективном поле воспринимает свой информационный слой зависящий от его от его уровня вибраций и от его состояния сознания и ключевым становится то есть мы должны простраивать реальности в поле совместные входить синергию это как жизненная необходимость то что максим говорит цветок жизни становится ключом к нашему взаимодействию ключом к взаимодействию и ключом к взаимодействию что мы не только должны осознать себя но и мы должны эту осознанность то есть дух прогружать в тело для проявления этого на земле для проявленности проявленности именно в материи проявлять в материи и вот этот вот процесс его просто он удивительно происходит когда вот несколько осознанных людей встречается вот это вот качество о котором макс говорит вот пересечения в цветке жизни весь и кописцис называется рыбий пузырь то есть это второй день творения образовалась эта фигура она в библии называется как происхождение света вот иисус христос у него прям вот рыба рыба был знак это весь и кописцис это потому что вот иисус христос и числовое значение такое же как свет ну и на иврите 888 то есть это место которое линза в котором свет бьет вот на пересечении этих кругов и прям вот ощущается это когда у человека там сверхинтеллект идет речь легче когда человек очень расширен ты расширяешься то есть это буквально вот эта синергия проявляется сразу в проявлении качеств другого человека в тебе мгновенно вот поэтому поэтому сейчас вот поля ретритов они создают создают очень мощные порталы вот когда люди соединяются входят в резонанс они создают прям проявляют проявляют новые пространства но прям в прямом смысле то есть модели модели жизни в которых мы будем которые мы входим сейчас вот в эту синергию осознанных людей где качество людей сливаются и на выходе я приобретаю качество человека с которым я схожу синергию а он мои когда людей 3 4 12 получается это идеальный кластер то есть 12 это 12 но от 7 основных 5 вспомогательных так как октава идет 12 12 человек или 12 нот или 12 чакр вот египетские 12-ти речная система в шумерах то есть древние использовали 12-ти речную 12 человек создают как бы полное полное целостное качество и 13 вот исус артур это использовали они воплотили на земле ну вот насколько я знаю не единственные кто воплотили кто известные вот 12 учеников или у артура было 12 рыцарей и 13 объединяет в себе все качества то есть получается иисус тот кто соединяет в себе все противоположности то есть он объединял в себе все 12 качеств вот 13 выход на новый уровень сознания вот сейчас вот эта модель она звучит в пространстве то есть объединение осознанных людей для создания вот таких кластеров которые прям в прямом смысле проявляют новую реальность в коллективном поле то есть получается как некое некое свечение которое распространяется освещает пространство и начали в коллективном поле помогает пробуждаться другим людям вот и ретриты они конкретно создают вот такие вот поля создают поля вот именно такие вот порталы которые прям высвечивают коллективную реальность вот эти вот вибрации объединения вот и то что вот я чувствую хорошо что само осознание когда все ты осознался очень важно это само осознание я этим занимаюсь прогрузить в тело для полной сборки то есть я назвал бы это для состояния безупречности то есть состояние безупречности это сборка вот в этом моменте то есть дух собирает полностью всю ось свою вот это вот ось центрируется в этом моменте и получается это как состояние внутренней тишины полная сборка в этом моменте где ты полностью собран для восприятия и ничего лишнего то есть ты не делаешь лишних движений ты лишнего не говоришь то вот такая сборка воина я бы так сказал состояние воина состояние воина где ты полностью собран и одновременно ты полностью расслаблен и алерт это называется алертность это состояние полной расслабленности на форме на фоне полной концентрации вот и я бы назвал что вот это состояние когда дух прогружен в тело и через тело он осознает действительность и из этого состояния действует уже активно то есть это состояние активное для проявленности вот и вот если говорить о нашем ретрите то вот мне бы не видится вот проявление конкретного этого 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 состояния когда разгребается все лишнее когда мы осознаем себя все азьесим и это азьесим прогружается в тело вот через практики которые ну вот я даю йогой цигун и получается готовое состояние для для действия для действия проявлено через волю то есть сейчас это основной аспект я вижу пока дух проявлен в материи через действие ну через волю че именно через действие вот так вот вот так я в принципе вижу сейчас развитие развитие наше совместное событование вот в осознанности проявленной в действии и чем больше людей и обмен наш обмен качествами между друг другом и создание вот таких вот кластеров которые будут высвечивать прям высвечивать новую реальность которой нету ни войны нету то есть нету вообще разрушительных факторов вот так вот да ведь так благодарю я тут дополню из своего опыта что вот эти кластеры это просто если вы уже будете чувствовать осознавать и будете взаимодействовать принципе эта тема она уже давно поднимается и вот кэн вилберт он не помню как его зовут которая спиральная динамика и этот интегральный метод вот давно давно ну эта информация уже давно что постепенно сейчас структуры в том числе бизнес структуры они переходят из форм пирамидальных где вот есть кто-то главный и потом все остальные подчиняются этому переходят в горизонтальную форму где ну в принципе и это называется где это называется бирюзовой организации вот еще раньше раньше как только это начали видеть замечать и об этом писать даже сбербанк свое отделение какое-то не знаю как оно успешно и не успешно российское российский сбербанк делала бирюзовой организации то есть где все по сути равны вот все осознают и находятся там в осознанности никто не по нужде них там не находится понимаете не из-за того что чего-то не хватает или чтобы выжить а из-за забильности реализовываются вот в этом суть уже этого 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 феномена вот и раньше если это еще были попытки делать создавать эти бирюзовые организации как как вот делание делаем и делаем бирюзовую организацию то сейчас вот я прям прям ну я и раньше это замечала мы мы тоже делали у нас был такой опыт делать бирюзовую организацию там поле мы делали потом бирюзовую организацию мы делали вот ничего не получилось вот но она есть вот но она есть вот то есть эта бирюзовая организация она просто из сути прорастает как вот как вот этот цветок жизни естественным образом где каждый реализовывается не потому что кто-то лучше знает или кто-то лучше умеет или кто-то больше с богом на связи с богом а кто-то меньше на связи с богом нет все тут одинаково на связи с целым с богом вот с сознанием все в равности но у каждого своя задача в этом поле вот и каждый реализовывается в этом поле на своем месте гениально и вот это вот реализация на каждое на своем месте гениальное естественного я вот она и создает вот этот ну эффект и и результаты которые которые ну не не поддаются просто обычному объяснению и и и пониманию вот и мы ну я когда начал замечать гениальности и начало взаимодействовать я увидел как вот не обязательно то есть 12 то что виктор назвал да это но это классно было бы такой портал создать и мы в принципе так исследуем как он может создаться знаете как это я тут аналогию какую привожу как это называют как вот это швейцарии который портал который хотели сделать андроидный коллайдер да андроидный коллайдер там ну чтобы какой-то так можно так сказать какое-то сознание сюда провести вот но точно так же порталы открываются вот в этих двойках тройках четверках двенадцать когда двенадцать плюс один вот то есть христосознание буквально проводится сюда поэтому мы так работаем в том чтобы обнаруживать вот все более все более такие обширные связи более глобальные связи но в том числе абсолютно не исключаем когда в ду когда там вдвоем например мы сыры мы сыры вот семья вот тоже у нас на месте пересечения и в сфере семьи вот и сфере там реализации духовной реализации коллективной тоже свойства новые обретаются это и это сразу не заметил вот но я потом когда поанализировал и переосознал некоторые моменты я осознал что мы когда сыра и сколько это было я уже не помню восемь или сколько лет десять назад встретились у меня пошла реализация то есть у меня буквально мощно пошла реализация она еще вообще не духовностью не занималась я когда ее назови к зарею пригласил я эту историю расскажу пригласил на сатсангзарею она руководителем там в небосе работала ира вот она еще не занималась вот я пригласил ее на сатсангзарею вот прихожу такой присел она такая сидит что тут медитации говорит какие-то я тут начинаю засыпать пойду я поработаю вот так вот даже в это время уже поля работали потому что вы уже в это время у меня реализация пошла эффективнее мощней я когда обращают как это вдруг начало происходить я вижу иру в поле своем ну то есть я вижу что это поле иры вот и вот именно объединение качеств вот работает ну более мощней вот и поэтому как конечно мы с ней ссорились конечно мы там с ней чуть ли не дрались вот какие-то моменты вот но буквально я я кто там в этом онлайн ретейте я вам расскажу там эти случаи как мы с них выходили буквально что это не то что мы там расы все такие просветленные уже все осознаем и все мы все это проходили вот это единственно единственная женщина первая и последняя пока в этой жизни когда хотел побить и вытолкать ногами не из машин буквально в смысле настолько было сильно сильно все поднималось внутри вот но я потом осознанно все равно работала я осознавал что я и она что эти вообще не откуда эти идут ссоры вот и что в целом все как надо дойдет и нам и нам кроме того что нам хорошо вместе кроме того что мы реализуемся вместе большей степени я реализуюсь большей степени вместе поэтому все эти это я как так для себя метафора такую это как две вселенные которые обусловлены были родовыми программами и какими-то прошлыми вот вдруг тут начали сталкиваться и и крушиться понимаете крушиться прямо эти все конструкции вот эти конфликты которые у нас возникали это как как крушение этих конструкций я их так потом воспринимал все после каждого конфликта мы становились все ближе наша способность реализации становилась все более эффективной вот но это у нас такая тесная связь это не обязательно что то есть не то что тесная связь то есть близкое близкое взаимодействие это не обязательно что всем там через это надо проходить и так далее вот и потом но это сыра, я говорил. А потом с другими людьми я тоже начал. Когда ко мне приходят, иногда приходят, говорят, а как с вами можно повзаимодействовать? Сейчас в последнее время. Я говорю, слушай, ну никак. Я говорю, ну никак, только в реализации. Вот если ты реализовываешься на своем месте и полноценно, независимо, вот без нас, то если у нас коннект есть, у нас общие есть цели и задачи, и они могут усиливать друг друга, то все, это просто произойдет. То есть это взаимодействие, оно просто происходит. То есть это не то, что, слушай, ну давай мы тебе найдем работу. Это вот в реализовых организациях я так не вижу, чтобы так работало. Это просто естественно. Я хочу, чтобы с тобой взаимодействовать, потому что моя реализация становится более эффективной. Понятно это, да? Только поэтому. Не потому, что мне чего-то не хватает или тебе чего-то не хватает. Только потому, что вместе с тобой я реализовываюсь в разы, не в два раза эффективнее, а во много раз эффективнее. Потому что эти качества, которые в тебе есть, вот они во мне начинают тоже работать. Ну понятно, что другое дело дружба или другое дело там какие-то другие вещи, но когда речь идет о реализации, совместной деятельности, вот таким образом. То есть сейчас у нас нету такого, она говорит, можно к вам на работу устроиться? Я говорю, нет, вообще это невозможно. Вот, ну в небости там еще есть, это есть. Ну а в нашей вот, вот этой сфере ретритной и трансформационной нету этого вообще. Никто на работу, никому не устраивается. Это, я так это вижу, мы как-то Ира Ушакова, Ира Ушакова тоже одной из таких вот дух, душа, вот с которым мы просто, я, как я ее, мы начали делать первый ретрит онлайн. И я такой, собрались ребята там в команде, вот я такой просто интуитивно, Ира, слушай, можешь ты командой заниматься? Вот, а она оказывается HR вообще по своей специализации, HR, понимаете? Ну вот, то есть это ее деятельность, обычная ее деятельность. Я говорю, Ира, по-моему, это просто, я вот своим предложением тебе, предлагаю тебе реализоваться в большей степени, ну, как бы в большей мощности. Вот она взяла и очень гениально она ведет. И мы сейчас школу мастеров ведем на 50 человек, прямо сейчас она проходит. Вот, очень круто, гениально. 50 человек, 50 человек, которые уже уже обретают так или иначе, мы уже тоже, у нас же меняется, мы, они приобретают способность вот так вот такие кластеры формировать. И друг с другом, и с другими людьми. Вот, и вот ЦРФ, какой вот там у нас начало формироваться, а мы с ней когда проводили там первый эфир, она еще на работе работала в какой-то табачной, по-моему, фирме, или вот, и у них такой руководитель был авторитарный. Вот, я говорю, Ира, давай проведем эфир под названием кто главный, я или директор. Она говорит, Макс, слушай, я боюсь. Это первый раз, когда она была. Я, говорит, боюсь. Говорит, что меня этот директор наш не поймет. Я говорю, мы ему расскажем, вот, что им, что в его интересах, чтобы у него, в его организации работали, ну, то есть были осознанные люди, которые на своем месте и своей гениальности реализовываются. Они рабы, которые слушают только приказы и делают то, что там сверху спускается. И вот она согласилась тогда. И вот этот вот момент, кто главный, я или директор, вот в любой организации, да у нас в организации, нету такого, что я главный. У меня есть функция, возможно, там какая-то, которая как руководящая, но, по сути, я не главный. По сути, я ни выше, ни ниже кого-то другого в нашем этом поле. Заходит это, понятно или нет? Главный дух всегда, брат. Да, да. Дух, целое, сути. Это все время у каждого, понимаете, это у каждого, через каждого. И я, когда вот так реализовываю, если кто бы то ни был, я не могу себя продать. Уже теперь за деньги пойти куда-то, в какую-то организацию, себя в аренду сдать. Нет, я могу только прийти, сказать, если я себя осознаю, свое предназначение, свою задачу, свою способность, могу сказать, слушайте, вам необходимо со мной начать работать, вот у вас будут какие-то результаты, потому что я себя знаю. Понимаете? Вот, ну, совершенно другой подход. Вы не нанимаетесь или идете, что у вас это. А я знаю себя, это в интересах тех, кто, чьи интересы с вами совпадают, чтобы вы были вместе, и ваших в том числе. Почему? Потому что ваша способность реализации становится больше. Способность других, которые в вашем поле тоже становится больше. Так, мощь кто-то пишет. Так, а у вас есть обучение про работу или бизнес, построение команды более специализированное? Вы знаете, мы один раз делали, с Ауцирой мы делали такой тренинг, вот, в принципе, он хорошо, нормально зашел, но больше мы не делали. Мы вот сейчас школу мастеров начали делать, и вот там глубоко происходит. Мы команды... Знаете, как я тут вижу больше? Я думаю, Виктор, может, тоже как ты почувствуешь, скажи. Я тут вижу, что это происходит из сути. Не надо ничего... Ну, то есть, по сути, сильно строить... Давай, вот, сейчас пошла информация. По сути, строить команду не надо. Если у вас есть гениальность построения команды, вот, а вы в духе уже проявлены, то команда строится. Понимаете, вам не надо план какой-то, она просто строится. Вот так же, вот как вот мы про поле говорили-говорили, там что-то пробовали-пробовали-пробовали, а потом оказалось, что оно просто строится. Вот у Иры качество есть, у Иры Богдановича, у Иры есть качество, что в ее поле все становится на свои места, в буквальном смысле. У нее, ну, в небосе, вот бизнес, который, ну, вообще, и мной считался, таки, многие считаются, что там надо жить в ресторане, чтобы он работал. Вот она час в неделю в онлайне тратит на него, и он работает эффективно. И с каждым кризисом он становится еще более эффективным. С каждым кризисом. В Майдан он стал более эффективным, сейчас он стал еще более эффективным. То есть просто вот поле и качество в этом качестве начинает это проявляться. Поэтому тут основное это раскрывать свои качества, раскрывать дух, впускать. условие это отсутствие чувства собственной важности. То есть для проявления духа нужно осознавать, что ты действуешь в интересах целого. То есть чем меньше в тебе важность, чем меньше эго получается, тем больше проводимость духа. И тем получаются эти связи крепче, потому что реально рулит всем дух. И нужно обеспечить его промодимость материи. Вот. Тогда исходя из целого, из целого, это сейчас для, ну, как бы для нас, для всех, я вижу, наиболее важно это понимать, что, знаешь, мы участвуем, участвуем в смене эпох. То есть ну реально на наших глазах, представляешь, происходит смена эпох. Вот был сон, сон, все жили в программах, идут, сдвигаются пласты, и мы начинаем коллективное пробуждение и переход. Переход в самоосознание и в состояние творцов. То есть если раньше мы были подключены и просто проявляли эту коллективную реальность матричную через себя, единицы только были в пробуждении, но это как вот у суфия вещь, чтобы сохранять знания, чтобы сохранять дух все равно вот здесь на земле, то все равно какое-то количество пробужденных есть всегда, даже в самую темную колею. А сейчас идет, пошел сдвиг, и все, люди начинают пробуждаться, потому что это не от нас зависит, это такой вот эволюционный момент. Все, это как эпоха наступило, в которое пробуждение происходит само по себе. И мы наблюдаем вот этот разлом интересный, люди пробуждаются и старую реальность. Мы наблюдаем сейчас две системы, как взаимодействуют друг с другом еще, потому что вот и про кластеры эти говорил, вот это взаимодействие происходит, уже начинает происходить на телепатическом уровне, то есть не обязательно люди вместе, оно начинает все, связи простраиваются на тонком плане, все, и объединяет это все дух, как единая сила, проявленная через, то есть что в великом, что происходит с человечеством, то происходит и фрактально в каждом коллективе, то есть чем меньше человек в шкурных интересах, в своем я, и думает о целом, тем эффективнее работает вся команда, и это относится также ко всему человечеству, то есть по сути мы воплощаем план творца, у нас в этом нету, то есть личные, я вот, например, себе понимаю, что все, что весь опыт своего я, например, что мне хотелось, весь спектр, ну то есть мне уже неинтересно, то есть единственное остается это воплощать на благо целого, все, то есть ты проводишь энергию, которая именно через тебя проходит определенного качества, которая нужна Богу для простройки новой реальности, и так же и в коллективе я вижу то же самое, и тут вот условие, ну оно из этого вытекает, отсутствие, то есть полное осознание наступает при отсутствии чувства собственной важности, и все, тогда дух течет, и система сама простраивается, она сама простраивается, вот. Витя, спасибо, тут идет обратная связь, тут пошла энергия, ты говоришь, идет энергия, но это я хочу вам подтвердить, что это Витино качество, я вам когда приглашаю, приходите на цигун, на йогу, к Виктору, вот это его качество, проводите энергию, вы входите в это поле, и у вас идет работа, прокачка, это не просто слова, то есть в Витином поле это не слова, для Вити это не слова, для Виктора, просто из книжек или откуда-то, это его прям, ну, то, что он видит и чувствует и проживает, поэтому, когда это поговорит и проводит, это прям, вы это чувствуете. Кто-то пишет, я в группе у Виктора уже пару недель и на ретрит попал, а после занятий случайно, не случайно. Ну, у нас с Максом именно вот эта вот удивительная синергия, потому что я через тело провожу, то есть с прямым состоянием, то есть, получается, я провожу прямо через состояние, минуя интеллект, минуя, а вот и я понимаю, что вот мне для воплощения как бы хорошо бы и с другой, кто через сознание работает, вот как через каналы, через поле, в другом качестве, и вот запрос сразу дух реализовал, мы с Максом встретились и просто вот оно получается полная синергия, я работаю через, Максим работает через сознание, через интеллект, в тело, а я работаю через тело, вот, к сознанию. Мы, получается, с двух сторон и эффективность, конечно, повышается в разы, в разы, просто в разы. вот, поэтому, ну, одной из целей этого эфира это приглашение на ретрит наш совместный с Виктором, Аленой, с Ирой тоже со своими полями, мощными очень, мощными очень, просто сейчас их тут, мы как инициаторы этого ретрита, поэтому мы, мы как бы, ну, и для вас говорим, вот. Знаю, как Ира, правда, получится, у нее не получится, она немножко рожать на ретрите в Исках пока под сомнением, вот. Ну, хотя, хотя, все возможно, все возможно. Вот, 21-25-го будет ретрит в Исках в Карпатах, где, если вы были там на предыдущих программах у меня или у Виктора, это будет просто для вас следующим левелом, следующим уровнем. Там, минимум теории, если у вас теории нет, которую я даю, вы ее можете сейчас получить, кто там смотрит записи или сейчас первый раз вообще попал на это, вы можете ее получить сейчас на онлайн-ретрите, который сейчас происходит, то есть теоретическую часть вы можете сейчас в онлайне пройти, а 21-25-го приехать, и уже там не будет теории, будет работа с телом, будет работа с сознанием, ну, я бы так сказал, это 4 дня, так и 24 часа медитации, то есть 24 часа осознанности, осознание себя, осознание своей сути, осознание своих качеств, посмотрим, может как-то по взаимодействию что-то еще пойдет, вот эти вот поля и то, о чем мы сейчас говорим, группа может быть большой, сейчас у нас пока еще идет набор, может быть до 50-60 человек там у нас место позволяет, поэтому кто чувствует отклик, включайтесь и пользуйтесь возможностью такой, а если не были, можно проходить онлайн-ретрит про целостность сиклом, да, да, я об этом и говорю, можете проходить онлайн, это даже если вы вообще не были, тоже, ну, просто для вас это может быть немного, ну, как бы вы будете сталкиваться с какими-то эмоциональными препятствиями, там, убеждения, представления своими, которые, без которых, просто все это будет для вас залетать уже прям напрямую легко, вот, поэтому если не были, то вы можете сейчас в онлайне это проходить, ну, и можете готовиться тоже к Виктору, подписаться в канал Милакеш, я у себя его размещу еще раз там в соцсетях тоже, и по утрам Виктор проводит цигун, йогу цигун, и уже готовить свое тело, вот, сознание, и не откладывать там на ретрит, ретрит просто это уже, это как концентрация, я вижу прямо это как, вот, как катушки Теслы, помнишь, вот это, где прям вылупление идет, потому что, ну, у многих, в чем фишка вот ретрита, что там идет, мы входим в прямое, в прямое переживание, потому что многие ищут, как вот просветление, пробуждение, как персонаж во сне, который хочет пробудиться, он не осознает, что пробуждаются от него, а не он пробуждается, поэтому персонаж ищет пробуждение в виде концепций каких-то, вот где получить новое знание, чтобы еще куда-то пойти, у нас процесс, мы как вылупляемся, вылупляемся наоборот, вот из всех концепций, всех представлений, убеждений, и ведем к прямому переживанию, и вот этот ретрит, он прям как концентрация, как сгусток такой молнии, который, вот я, я это так вижу, то есть вот эта интенсивность, она поможет войти прям туда, в суть, и прям осознаться, еще и в теле это закрепить, и войти вот в это вот состояние, но удивительно, эффективно для взаимодействия именно в социальном пространстве, вот это состояние, я как бы его воспринял от тальтеков, от тальтеков, вот древних шаманов, вот они это состояние считали идеальным, они называли его алертность, когда ты полностью осознанно расслаблен, то есть ты течешь с дау в моменте, и одновременно ты как кошка готов к прыжку, то есть ты вроде расслаблен, но в любой момент ты готов к прыжку, вот в это состояние, то есть пробужденность, реализованная в теле, вот я вижу, что мы сможем реализовать на нашем ретрите, вот именно вот это вот. Мы это будем реализовывать, и реализуем, вот как оно у вас реализуется, там прямо в этом ретрите, или это какое-то еще там шажочки какие-то пройдут, это вопрос индивидуальный, но уже поле есть, то есть уже поле есть, это практически, если вы чувствуете отклики, вы осознаете, к чему, куда идет движение, то вы уже здесь, просто осталось это провести, просто... Выбора все равно нет. Все равно уже, то есть это... Вы понимаете, в чем дело, что сейчас у человечества нет выбора, но его никогда в принципе нет, но можно сладенько спать как угодно, и на животе, и на спине, и на боку, как угодно, а вот выбора к пробуждению, его просто нету, то есть сейчас это эволюционный момент, эволюционный момент к пробуждению, то есть это то, что должны реализовать все, кто хочет продолжать жить здесь, на земле. И это прямо, это не то, что вы прямо это можете, некоторые так говорят, прямо, что я почувствовал прям концентрат, вот это я, я не просто там где-то форму потерял, и мысли исчезли, а вот прямо вот это я, вот это я. То есть это то, что я так по ощущению, это как Виктор говорит, вот это я, дух. Да. Я сбросил вам ссылку, там на три сообщения раньше, ссылку на страницу ретрита, вы там можете почитать, посмотреть, но тут Анна пишет, что была на ретрите у Виктора, это было очень, Макса и Виктора, это было мощно и трансформационно, очень советую. Макс, есть ли планы проведения ретрита в Европе? Если да, поделись, пожалуйста. Планы есть, но пока еще не конкретные, то есть нету конкретных дат, вот у меня там план есть еще и проехать на этот ретрит без каких-либо разрешений, так что это целый у меня еще. Давай там вопрос, вопрос по поводу, вот как работает в интернете, там я увидел вопрос, загорелся. Посмотри. А, сейчас, сейчас, где? Могу по этому поводу. Скажи, скажи, скажи тогда. Смотрите, все работает через внимание, то есть у нас есть как бы жгуты, исходящие из нас, вот жгут воли из живота, из пальцев, из ладоней, то есть как некие линии мира, из пальцев, вот каналы, каждая чакра тоже излучает, которыми мы чувствуем мир, вот этот вот тонкий мир. Так вот, внимание, оно исходит из аджны, для него нету расстояния, то есть если вот из ладоней, для них есть какое-то расстояние, то для луча внимания нет расстояния. Вот почему, ну, базовое состояние, когда вы ходите, когда вы находитесь вот в состоянии как бы пассивном, мы же не всегда взаимодействуем, то желательно, осознавая это, то есть когда вы направляете куда-то внимание, сразу идет взаимодействие с тем, куда вы его направляете. Это закон. И неважно, вы направляете на объект, который перед вами, как дерево, как другой человек, которого вы видите, также работает на любых расстояниях, когда вы направляете внимание. Вот вы подумали человека, что значит. Значит, в тонком мире вы направили внимание на этого человека и прикоснулись к его энергетическому телу или к его душе, скажем так. Прикоснулись. Человек это ощущает и думает о вас. Но так оно работает. Поэтому интернет, то есть казалось бы, вот что живое поле, оно мощнее работает, чем интернет. Но на самом деле, в принципе, разницы никакой нет. Потому что вы внимание направляете. Даже, вот представьте, вы не смотрите в экран, вы меня слушаете. Но вы меня слушаете и внимание ваше направлено на меня. И занимается по интернету 50 человек по всему миру. Мы все равно, как кластеры, через внимание в тонком мире мы собираемся в одну структуру. Если в поле ретрита мы находимся и создаем это поле, просто тут процесс вот идет из-за осознанности. Когда мы видим друг друга, то для нас очевидно, что поле создано. Мы соединены энергией, вниманием и поле создано. По интернету, вот раз вы вопрос задаете, значит, есть сомнения, соединены или нет. Вот где идет потенциал. То есть, если вы осознаете, что по интернету неважно, как вы все равно взаимодействуете в поле через внимание, то поле создается такой же плотности. И вот момент, я тоже к этому хотел сказать, что продолжу, когда вы находитесь в состоянии пассивности, то есть вам не надо взаимодействовать, поэтому лучше находиться в состоянии самоосознания, оно называется на всем и не на ничем внимания, то есть везде и нигде. То есть получается, вы на 360 градусов, на 360 вокруг себя воспринимаете из целостности. тогда энергия из вас не вытекает, не исходит. Как только вы внимание сфокусировали на чем-то, сразу из вас начинает поток энергии излучаться. То есть, это как вопрос осознания, когда вы не взаимодействуете, находитесь в состоянии целостности. И только когда взаимодействие, тогда внимание куда-то направляется, идет сразу поток взаимный между двумя идет, канал образуется через внимание, энергия начинает течь. Вот так что. Так что интернет никак не препятствие для создания полей. Просто надо осознавать, что все происходит через луч нашего внимания. Луч внимания это русло для течения энергии. Так, кто-то пишет, тогда сделайте ретрри для всех, кто в трансляции, всех практик, расширять, так расширять. В принципе, практики ЦИГУ, которые Виктор ведет, они идут в трансляции. Вот индивидуальные практики Куан или, ну, их не протранслируешь вот в таком формате. И там с каждым, потому что мы там подходим и с каждым работаем даем возможность, то есть помогаем пройти через какие-то слепые зоны, чтобы выйти и все, раз опять в дух, раз опять в дух. Поэтому то, что можно протранслировать, мы протранслируем, а там, где индивидуальная работа и почему ретрит как тоже индивидуальный процесс. Вот мы, вот эти трансляции, Виктор, который делает, он делает, фактически, это благотворительно, то есть там донейшн только без ожидания. Вот онлайн-ретрит тоже самое у нас донейшн без ожидания. Вот, но вот эти ретриты, которые живые, понятно, это место, которое арендуем, которое, вот, и там работа, то есть фактически вы работаете и свое качество жизни над этим работать. Только вот эти вот моменты там платные. Вот, так что приглашаем вас, кого есть отклик на ретрит в Карпаты 21-25 сентября. Я думаю, что мы еще до ретрита еще проведем как минимум одну встречу. Мне очень хочется про телепатию, гениальность еще поговорить и про дух с Виктором. Все-таки. Дальше, пару слов, дашь мне? Давай, давай. Пару слов скажу вот о вообще о сути ретритов, о сути понимания, что когда мы начинаем осознавать, то есть когда осознаешь себя в духе, ответственность берется автоматически, потому что приходит понимание, что кроме меня никого нету. То есть никого нету, ни на кого ответственность перекладывать. И приходит понимание, что реальность, которую я проявляю, индивидуальную реальность, она исходит полностью из меня. От и до. Каждая мысль, каждая эмоция, каждое действие это и есть проявление реальности из духа. И получается, что весь вопрос не где ты что делаешь во внешнем, а в осознанности себя и в осознанном построении творчества из себя своей реальности. Вот в чем суть ретрита. Осознать себя и осознать, что именно меняя себя ты меняешь свою реальность, потому что оно исходит из тебя. И когда ты осознаешь себя, ты берешь ответственность и все, и ты начинаешь проявлять реальность только ту, которой ты хочешь ее видеть. Все. Вот так. друзья, благодарю вас за присутствие. Смотрите за там анонсами, когда мы в следующий раз встречаемся. Давайте продолжать эту тему, искать эти точки взаимодействия. Я думаю, что эту тему будем материализовать еще больше. Даже идея по типу бизнес-клубов где-то встречаться тоже на короткое время где-то интерес просматривать друг друга. Все. Пока. До встречи на ретрите. Благодарю вас. Счастливо,